Этот год очень знаменателен тем, что мы отмечаем 130-летие христианства в Корее. Я очень рада встретиться с вами, религиозными руководителями, на сегодняшнем молитвенном завтраке за государство. До сегодняшнего дня молитва и жертва корейских церквей была огромной силой. Начиная с 1966 года, в течение 46 лет, эта утренняя молитва была маяком для нашего государства. В прошлом году, когда я только стала на пост президента, я сказала такие слова. Став президентом, охраняющим жизнь народа, я открою счастливые времена для народа. И теперь, благодаря вашим молитвам, наша экономика понемногу улучшается в лучах надежды. Прошу вас об усиленной молитве за правительство, чтобы мы смогли сделать еще больше таких благих дел для страны и народа. Дорогие друзья, наша страна сейчас находится на очень важном историческом распутии, потому что, проведя реформации в экономике и в обществе, мы должны выйти на новый уровень, для того, чтобы встретить времена мира и объединения, где вся корейская нация сможет жить счастливой жизнью. Для этого, я считаю, самой поспешной задачей является устранение нечестия, которое дошло до нас с давних лет, и установление порядка во всех уголках нашей страны. Зло, мошенничество, коррупция и низкие моральные ценности. На все это мы слишком долго закрывали глаза. Я также выступала с речью о трехлетнем плане экономической инновации с целью убрать и разрешить на коренном уровне все неправильные вещи в сфере экономики до прогрессирующего развития и прыжка на новый уровень. Этот путь реформации никогда не будет легким. Придется столкнуться с многочисленными разногласиями и отпором людей, имеющим противоположные идеи. И, конечно, в процессе возможно возникнут неизбежные жертвы. Но если мы не пойдем этим путем и снова будем удовольствоваться прошлыми достижениями, то рост и развитие страны вскоре остановятся, а позже даже не сможем сохранить нынешнее состояние. Я верю, что при содействии граждан и доверии правительству можно преодолеть любые проблемы и укрепить страну на крепкой скале. Я изо всех сил буду стараться, чтобы влияние и внутренний потенциал каждого гражданина не пропадали, а проявлялись во всей полноте, а также стремиться к свободной, счастливой и изобильной жизни каждого человека в этой стране. И только тогда, когда мы таким образом приведем нашу страну в нормальное состояние, мы сможем обеспечить народу счастливые времена, где плоды роста будут разделяться всем на равных условиях. И искренне прошу вас стать семенем для объединения воли народа и силой для правительства в оплощении планов о реформации в реальность. Дорогие друзья, до сих пор Корейская Церковь, усердно проявляя любовь Иисуса Христа, освящала эту землю светом надежды. Привзойдя районы и социальные барьеры, Церковь освящала темные места надеждою и играла роль компаса везде внутри нашей страны. А также ради мира и счастья всего человечества, Церковь трудится в развивающихся странах во всех отдаленных уголках мира. Поэтому, основываясь на любви и жертве, которые вы усердно проявляли до сегодняшнего дня, я буду более усиленно стремиться к отстранению негатива и объединению всей Кореи, открытию нового времени, где царят мир и доверие над всем корейским полуостровом. Желаю, чтобы вы собрали ваши силы воедино. Желаю, чтобы Корейская Церковь будущим была светильником, освящающим весь мир. Я надеюсь, что благодать и благословение Бога всегда пребудут с вами. Спасибо.